Внезобнады пребудет, с вами Зила или Терпение. Тут как выяснилось, ко второй части Рыцарей Старой Республики, в которой Звездные Войны в стиме вышел патч. Он добавляет невероятные ачивки, разрешает пользоваться геймпадом и даже поддерживает разрешение в 5000 пикселей. Очевидно, хотелось бы увидеть третью часть, чтобы была как вторая, но не такая запоротая, чтобы как первая, которая почти великолепна. Кто не играл в первых Рыцарей, обязательно пробуйте, тогда поймете, что Драгон Эйчори Джин, который лучше следующих частей этой серии, Масс Эффект, это практически копии Рыцарей, особенно Масс Эффект, и приобщайтесь, хорошего такого мало, но оно есть, и оно там далеко сзади. В будущем у вас такая четвертая унылая фоллаут. Ну и закончим со световыми мечами, перейдем к реальности, где нам тоже предлагают махать только теперь пультом, который будет управлять четвертой блоки. Да-да, если вдруг кто-то хочет абсолютно бросить, двигаться даже лежа на диване, то пульт ему поможет. В продажу это чудо-устройство поступит в конце октября по цене 30 бачей. Если вы действительно решили бросить это дерьмо в виде шевеления руками даже, да, двумя, чтобы сократить его до шевеления в одной, то без него вообще как играть непонятно. Это просто невозможно. Есть вероятность, что вам внезапно мало анонсированных хорроров, вы ждете что-то еще. Тогда Кикстарт распишет вам на помощь как просто разово щеки герой обувший трусы поверх штанов. И на там появилась новая страшилка про демонов и называется она Сакрит Агани. Цель игры состоит в том, чтобы вернуть воспоминания и свалить к херам из ада, где собственно все и происходит. А побеги дадут за трех разных существ. Тут вот есть некая уникальность, да, у которых совершенно разные геймплеи. Эфирная душа может становиться на некоторое время бессмертной, брать под контроль людей и демонов, также левитировать и становиться невидимой для врагов. Дальше идет мученик, в общем бедняга и поэтому нужно прятаться, ставить ловушки, пользоваться факелами, в общем бояться всего и всегда. И напоследок остается демон. С демоном думаю все понятно, да? Отвратительная жесткая свирепая мразь. Насколько страшно за нее будет проходить приключение в аду сказать сложно, но тем не менее вот будет и он. Бросит на это дело собрать всего лишь каких-то 500 тысяч евро до конца сборов 31 день. Если вам нравится такое и вы хотели бы подобное, тогда одевайте свои трусы поверх трекой вперед донатить. Чего не хватает этому миру? У вас может быть огромное количество вариантов, но все это неверно, потому что миру не хватает только Майнкрафта. Потому что несмотря на то, что он уже есть и на ПК, и на консолях, и на телефонах, и для десятой винды уже анонсировали его версию, и Тейлтейловцы делают игру по мотивам, вам очевидно не хватало только фильма, да? Именно экранизации. Кто-нибудь сказал бы что-нибудь, господи блять, люди, что с вами не так, но миллионы думают по-другому. Выяснил, что снимать Майнкрафт будет Роб Маккелхене. Кто он такой? Он снимался, режиссировал, продюсировал и даже писал сценарий для сериала Филадельфия всегда солнечная. То есть по сути мужик одаренный судей по солнечной Филадельфии. Он может действительно интересно рассказать и показать ад, угар, наркоту, блядство, психозы и толбоебов, но каким образом это все можно впихнуть в детский проект, это немножко непонятно, но тем не менее ждем с нетерпением. Ребята, тут случилась беда вселенского масштаба. Версия Project Cars для Wii U отменена. Почему, спросите вы? Ну, потому что смысл опортировать игру, у которой графон почти как реальный, на консоль с железом десятилетней давности, это же глупо. Разработчики без сомнения хотели это сделать, но в конце концов забили на это дело, сославшись на трудности и занятость. Возможно, фанаты Nintendo и их консоли все-таки получат игру только для Nintendo NX. Слухи о выходе, которые появились еще давно, но, возможно, и не получат. То есть, в общем, если у вас есть видео и вы ждали Project Cars, то можно прекращать. Вы могли подумать, что с Kickstarter на сегодня уже все, но нет, еще не все, только теперь не хоррор, а космос. Одни умельцы решили сделать пошаговую стратегию XO, сюжетной подоплекой Battlestar Galactica. То есть в наших руках будет последняя надежда на выживание человечества, так как его, нас, ну, людей, практически истребили злые инопланетяне. Что касается самой игры, то тут все несколько странно. Во-первых, кто ждет мультиплеерных баталий, не ждите. Эта стратегия чисто для одного. Во-вторых, выглядит она весьма странно, если вы не привыкли или не ждали чего-нибудь в подобном ключе, да, и не угорайте там по, допустим, каким-то межгалактическим и космическим интерфейсам, которые передают только основную информацию, лишая ваши глазки радости созерцать какие-то металлические бока прекрасных огромных кораблей. Все корабли имеют здесь только контуры, никакой детализации тут как бы речь не идет. Хотя, возможно, отсутствие графики больше вовлечет происходящее, плюс пойдет на любом ведре. И за своим вот экраном вы сможете полностью ощутить себя и таким шепардом, который на собственном мостике подится на специальный боевой интерфейс. Ну, а в-третьих, кто ваши враги вообще неизвестно. Им зачем-то нужны люди и все. А как эти инопланетяне выглядят, что именно хотят и разговаривают ли они вообще, там не скажут даже в самой игре. В остальном все стандартно. Куча оружия, много звездных систем, RPG элементы и сворованные фишки из ФТЛа. Беда в том, что, допустим, та же Интерстеллария, которая пыталась это дело своровать, своровало это херово. Но, глядя на Иксу, хочется верить, что у них это получится лучше. Просишь же на разработку всего ничего каких-то 40 тысяч бачей, половина из которых уже есть. До конца кампании еще 28 дней. То есть, Иксу мы стопудов увидим. И, возможно, вот теперь, да, вот теперь вот будет именно та игра про те приключения в том космосе. Каждый из вас хотя бы один раз в вашей гребаной жизни, но жаловался на донат в играх мейловцев. Но после этой новости мнение может измениться кардинально, и мы будем донатить им, потому что они занимаются великим. Почему? Чем быстрее мы задонатим, тем быстрее кто-то из глав этой компании потратит деньжище на что-то масштабное и важное для всего человечества. Один из отцов-основателей, всеми любимый Mail.ru групп Юрий Мильнер, уже выдал 100 миллионов долларов из собственного кармана, чтобы вложить их в проект по поиску внеземных цивилизаций. Суть проекта заключается в установке кучи мощных телескопов, объединенных в масштабную компьютерную систему, которая будет искать в небе намеки на сигналы или сами сигналы внеземных рас. При целом же всех этих телескопов будет один миллион ближайших к Солнечной системе звезд, центральная часть Млечного пути и ближайшие к Млечному пути 100 галактик. Я бы сказал зря! Вернее, нахера! Не лезьте к ним, если они есть, вдруг у нас не будет ни Шепарда, ни Женаев, ни космических, блять, мать их в рот кораблей. Но с другой стороны, лезьте, лезьте, вдруг будет веселей. Многоуважаемая компания Намка Банда и хернёй не занимается, поэтому её словам верить можно. В этот раз нам пообещали показать на грядущем Gamescom геймплей Dark Souls 3. Ещё что-то было про Наруто, Шепуден, Ультимейт, Нинджа Шторм 4 и, ну, насрать. Главное, очевидно, Dark Souls. Третья часть повести о боли и страданиях по плану разработчиков должна выйти где-то в начале 2016 года. Но кроме тизера, показанного на E3, ничего о игре толком не известно. Кроме того, что Bloodborne повлиял на боевую систему и бои теперь будут проходить несколько шустрее. Хотя не так быстро, как Bloodborne. В принципе, мы об этом расскажем отдельно вместе с Вовкой. Но так-то ждём выставку с подробностями и демонстрацией. Фанаты Наруто тоже ждите выставку. А Наруто Шепуден, Ультимейт, Ниндзя Сторм 4, вроде как будет тоже много всего. И я вас с этим, наверное, поздравляю. Польская студия разработчиков Focus Home Interactive, которая сделала довольно неплохой клон Dark Souls Lord of the Fallen, теперь ринулась в Sky-Fi сеттинг. Их новая игра называется The Surge и будет хардкорной РПГ. Кроме этого, и одной картинке больше про неё ничего не известно. Ну и также не стоит ждать подробностей на Gamescom. Не то, что игру туда не привезут, привезут, но презентация пройдёт за закрытыми дверями. И мы ничего не узнаем и не увидим до тех пор, пока кто-нибудь не сольёт крупицы инфы. Если Lord of the Fallen был клоном сами знаете чего, то кто теперь цель клонирования? Вот в чём главный вопрос. Хотя, может, поляки делают то же самое, только не фэнтези, да? Хотя, с другой стороны, может, они делают то, что делают те ребята, которые делали Ведьмака, только в своём киберпанке, да? Ну, сделают это быстрее. Поляки, ворующие у поляков. Такое безумие. Линейдж, когда-то это название будоражило миллионы задротов, и они в них жили, отвлекаясь на реальность, лишь по нужде. Но те времена прошли уже давно. И корейцы из НССов, походу, пытаются вернуть любовь в маск Линейдж. Только не к старенькой, а к новенькой. Если вы не в курсе, то Линейдж Этернал делают уже давно. Правда, на вид это Диаблоид. Только что красивый. Также это узнаем в ближайшем будущем, но пока же разработка идёт полным ходом, и даже в сотрудничестве с Intel и NVIDIA. Короче, нас ждёт неописуемая красоты, графика, ярчащие эффекты и продвинутая физика. Ну, скорее всего, а может быть и нет. Сказать здесь нечего, но, тем не менее, НССовт вот решила рассказать про то, что они всё ещё работают над своей игрой. Поэтому и мы решили сказать, что вот, смотрите, НССовт всё ещё работает над этой игрой, и мы решили вам об этом сказать. В общем, молодцы! Стараются, главное, чтобы когда вышло, не оказалось говном. Потому что там ещё рядом собирается выйти кто? Правильно, Lost Ark. Превью, которого вы можете посмотреть у нас на канале. И там, по сравнению с тем, что пока показывают Реначу Торну, гораздо веселее. На этом же у меня всё, дорогие друзья. Не забудьте лайкнуть, репостнуть видео, что куда как более важно, и, собственно, оставить свои комментарии. На этом у меня пока что всё. И всем всего.